Социальный налоговый вычет распространят на жизненно важные лекарства. Получить социальный налоговый вычет до 15,6 тысяч рублей вскоре можно будет после приобретения лекарств из списка жизненно необходимых и важных лекарственных препаратов, который заменит действующий сегодня специальный список, утвержденный 18 лет назад. Список лекарств, по которым можно получить социальный налоговый вычет, будет изменен. Фото Half bottle, I stock Минус Налоговый вычет с инвестицией в ценные бумаги предложили увеличить Законопроект об этом подготовил Минздрав Налоговый вычет – это сумма, уменьшающая расчетную базу при начислении налога на доходы физических лиц, НДФЛ Полученный доход за год, подлежащий налогообложению по ставке 13%, может быть уменьшен на сумму вычета То, что остается, называется налогооблагаемой базой Вернуть можно до 13% от стоимости оплаченных лекарств, но не больше 15,6 тысяч рублей Это связано с ограничением на максимальную сумму снижения налогооблагаемой базы 120 тысяч рублей 13% от 120 тысяч равно 15,6 тысяч рублей Важное замечание – получить налоговый вычет могут только работающие граждане, поскольку им возвращают часть налога на доходы физических лиц Например, пенсии неработающих пенсионеров по доходным налогам не облагаются, значит, вычет им не положен Но за их лекарства могут заплатить дети и получить вычет Теперь о замене списка У некоторых лекарств, которые включены в сегодняшний список давно истекли сроки госрегистрации, а часть препаратов вообще не представлена на российском фармацевтическом рынке Поэтому врачи их не назначают и не используют в стационарной и амбулаторной терапии Список же жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов ЖНВЛП, как напомнила российская газета директора Института экономик и здравоохранения НИУ Высшая школа экономики Лариса Попович Ежегодно пересматривается специальной медкомиссией, а затем утверждается распоряжением правительства В перечень 2019 года вошли 735 лекарственных препаратов В 2018 году в него включили 699 препаратов Ошибочно думать, что в этот перечень попадают только дешевые отечественные препараты Туда стараются включать как можно больше лекарств, эффективность которых уже клинически доказана И не только российские, но и импортные, объясняет Лариса Попович Поэтому наряду с аспирином, нитроглицерином и панкреатином там есть, например, альбумин человеческий, кровозаменитель В перечень жизненно необходимых и важных лекарств включают самые новые и эффективные препараты Как российского, так и зарубежного производства Он даже в интернет-аптеке стоит больше 2000 рублей за флакон Производится препарат, кстати, в Австрии А такие таблетки, как базентан, международное название базинекс Для лечения легочной артериальной гипертензии вообще стоят от 40 до 50 тысяч за упаковку Список жизненно важных лекарств значительно шире в отличие от списка, утвержденного в 2001 году, на который пока действует вычет Подчеркивает член Комитета Совета Федерации по социальной политике, заслуженный врач России Татьяна Кусайко Сейчас пациенты зачастую не могут воспользоваться своим правом на вычет в полной мере, так как лекарства из ныне действующего списка им просто не нужны Предполагаемые же изменения в законодательстве дают возможность практически всем пациентам, вынужденным приобретать лекарства за свой счет, получить впоследствии возмещение их стоимости Как получить налоговый вычет? Вычеты предоставляются гражданам, которые являются резидентами РФ, получают доход на территории нашей страны и выплачивают налоги по ставке 13% Минус. Многодетные семьи получат налоговый вычет на землю Медицинский налоговый вычет можно получить, если человек покупал медикаменты, назначенные лечащим врачом, для себя или близких, либо оплачивал свое или их лечение Чтобы получить вычет, нужно заполнить налоговую декларацию по форме 3 НДФЛ по окончании года, в котором человек приобретал лекарства или получал медицинскую помощь Затем необходимо получить из бухгалтерии по месту работы справку о начисленных и удержанных суммах налогов за соответствующий год по форме 2 НДФЛ Подготовить и представить в налоговую службу заполненную декларацию и документы, подтверждающие фактические расходы Сэкономить на налогах могут также люди, имеющие детей Им предоставляется так называемый стандартный налоговый вычет, и те, кто инвестирует в фондовый рынок, инвестиционный вычет Закон также позволяет возместить часть расходов на покупку или строительство жилья, на уплату процентов по ипотеке, на образование или благотворительность При оплате сложных дорогостоящих операций из списка, утвержденного правительством, также можно получить фискальный дисконт В этом случае лимит в 120 000 рублей, предусмотренный для вычета по расходам на лекарства, не действует Определить, относится ли лечение к дорогостоящему, можно по коду, указанному в справке об оплате медицинских услуг для представления в налоговые органы Если лечение дорогостоящее, там будет стоять код 2 Экономика финансы налоги правительства Минздрав все оперечных лекарств налоговые вычеты